В Башкирии раздали 7,5 миллионов рублей молодым ученым. Региональный Минкульт объяснил отмену фестиваля «Айда играть». В том числе холостые патроны. Жителей просят сохранять спокойствие. Борелье древнегреческих борцов. Установили над главной входной группой строящегося дворца борьбы в Уфе. А перед входом во дворец со стороны улицы Мусы Гореева устанавливают скульптурный ансамбль, представляющий собой фигуры известных спортсменов, изображенных во время выполнения борцовских приемов. Автором всех скульптур стал народный художник Российской Федерации, мастер спорта России по самбо Салават Щербаков. Напомним, что строй «Дворец борьбы» начали еще в 2019 году. Закончить его, обещают, к юбилею города. Всероссийский фестиваль игрушек и игр «Айда играть» переносится на следующий год. Он должен был пройти с 12 по 15 сентября 2024 года в Уфе. В Минкульте Башкирии отмену объяснили двумя причинами – неустойчивая погода и общая ситуация в стране. По словам министра культуры Башкирии Амины Шафиковой, этот фестиваль будет сложно проводить в помещениях. Кроме того, она отметила, что сейчас меняют формат даже торжеств в честь юбилея города. А открытый детский фестиваль тем более не соответствует требованиям безопасности. Уфа готовится отметить свой 450-летний юбилей, до которого осталось чуть больше недели. Обширная двухдневная программа охватит сразу несколько площадок. Однако возникли изменения, которые могли спутать уфимцев. На специальной пресс-конференции жителям и гостям города рассказали, как же все-таки будет отмечаться юбилей столицы. «Мы немножко ужали форматы, да, но мы понимаем, что мы не можем так же оставить горожан. Это не просто рядовой день города. Это юбилей, который проводится раз в 50 лет. И мероприятия для людей все равно они должны быть». На фоне отмены массовых праздников в других городах Башкирии и России в Уфе решили урезать всю программу. При этом добавив, что юбилей Уфы – это не развлечение целиком и полностью. «Все мероприятия направлены на патриотическое воспитание, на историческую правду, на рассказ об истории Уфы, на рассказ о великих людях и великих событиях, которые здесь проходили. И проходят именно под этим флагом, именно с этими смыслами. То есть мы не воспринимаем юбилей города как развлекательное мероприятие исключительно. 30 августа на фестивале «Сердце Евразии» в амфитеатре перед Конгресс-холлом «Таратау» уфимцы смогут послушать Ваню Дмитриенко, Алексея Воробьева, группу «Пицца» и ансамбль «Харизма Беларусь». А вот от выступления Сергея Лазарева на этом мероприятии власти решили отказаться. Уже на следующий день, 31 августа, там дадут концерт другие артисты. 31 августа в «Сердце Евразии» выступят также наши артисты. Это проект «Зенедин», «Элвин Грей» приедет, мы ее считаем своей, нашу Алсу. И также примет участие для молодежи. Мы пригласили группу «Хамали-Наваи» и завершит программу 31 августа выступление народного артиста Башкортостана Николая Баскова. Программа с участием Олега Газманова, Екатерины Гусевой и Дмитрия Харатьяна останется без изменений. Их уфимцы смогут увидеть на сцене перед Горсоветом. Кроме того, стало известно об отмене выступлений Гарика Сукачева и Юрия Антонова на площади перед Дворцом культуры моторостроителей в Черниковке. Вместо них там споет Полина Гагарина. Еще раз акцентирую ваше внимание на том, что вся программа несет максимально патриотическое и историческое воспевание Уфы и нашей страны. Однако вечерними большими концертами все не обойдется. Например, 31 августа с 12.00 стартует праздничная программа «Уфа-юбилейная», в рамках которой мероприятия пройдут в парках культуры и отдыха Демский, Кашкадан, Волна, Нефтехимиков, Первомайский, в саду Аксакова, в Арт-квадрате и на площади имени Ардженикидзе. А за подробным расписанием всех праздничных площадок можно следить на сайте администрации города. То есть с 20.00 до 23.00, когда будет вечерняя концертная программа, возможно, будет перекрытие проспекта Октября. Мы сейчас прогнозируемое количество людей на вечернюю программу. Если понадобится перекрытие в сторону проспекта для обеспечения безопасности зрителей, то оно будет максимум 3 часа, пока решение на рассмотрение. VR-перчатка, система распознавания повреждений в биомедицинских имплантах, мостовой кран нового поколения и еще 6 других проектов, которые были созданы молодыми учеными-аспирантами уфимских вузов. Сегодня на реализацию этих проектов студенты получили финансирование с суммой до миллиона рублей. А выдавал дипломы Максим Забелин, руководитель администрации главы Башкирии. Этот проект направлен на внедрение новых технологий в производство. Но и ребята потратят эти деньги на закупку оборудования, на производство новых каких-то опытных образцов, лабораторных образцов. И те индустриальные партнеры, которые у нас выступали членами жюри, им помогут реализовать свои проекты и уже внедрить их в реальный сектор экономики. До участия в «Акселераторе» было допущено 34 старта проекта. Среди них были идеи в сфере технологий беспроводной связи, новые сельскохозяйственные решения и биомедицина, туризм и креативные индустрии. И среди них были выбраны 9 лучших. Мой проект – это новый мостовой кран, то есть мостовой кран нового поколения, плюс внедрение в него системы «Умный кран» с различными датчиками, то есть которые повышают безопасность. Сама конструкция крана, она повышает надежность, облегчает конструкцию, соответственно, удешевляет ее. «Акселератор» стал не единственной возможностью для молодых ученых реализовать свои проекты. Для них также провели летнюю школу, которая позволила аспирантам разработать свои стартапы. Мы ребят вывозим за территорию города, уже второй год подряд это Бурзианский район, где им проводят эксперты, в этот раз это был Тотомский университет, проводят тренинги, обучающие мастер-классы, помогают сформировать к концу летней школы свои научно-технологические проекты. Также в этом году мы привлекали психологов, и в конце этой летней школы ребята защищают аспиранты, защищают свои проекты, лучшие из них поедут на стажировку в один из ведущих вузов Российской Федерации. Летняя школа аспирантов дала возможность не просто придумать стартап, но и довести его до этапа реализации. Участники узнали, как создавать и представлять проекты, как сделать свои исследования востребованными для бизнеса и как не отставать от актуальных трендов и направлений. Итогом недельной кооперации молодых ученых стали 9 уникальных проектов. Наш проект заключался в том, что мы пытались сделать капсулу двухкомпонентного действия, то есть объединить антибиотик и пребиотик. Сначала мы хотели делать биоактивную добавку. Вот так, вот так, через десятки, сотни идей мы пришли к тому, что, блин, антибиотики, о, какая классная идея. Никто не пьет пробиотики, никто не пьет пребиотики, да, все это игнорируют и на самом деле это очень сильно влияет на наш организм. Мы с ребятами направили свои усилия на улучшение экологии. Наш проект заключался в разработке новой технологии для очистки источных вод. Но эта проблема актуальна. Есть ряд новостных сводок о нарушении ПДК на выбросах и также программы правительства, направленные на это. По словам ребят, такие проекты помогают не только реализовывать свои идеи, но и понять, как работает наука на практике и пообщаться с единомышленниками. Также студенты говорят, что молодому ученому развиваться в Башкирии довольно просто. Главное быть активным и инициативным. Программ очень много, ими нужно пользоваться, правильно направлять свой посыл. Нельзя сидеть и ждать, что что-то к тебе придет. Нужно быть в этом ресурсе, быть в этом потоке, и тогда будет польза и для тебя, и для общества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok